На улице лето. Люди то и дело выходят на природу, чтобы погреться на солнышке и прогуляться по свежей траве. А замечали ли вы, насколько красивые и разнообразные растения на лугу? Ярко-желтые, розовые, фиолетовые, в виде кисточек, колосков и шариков, низкорослые и высокие, одинокостоящие и густистые. Познакомиться ближе с луговыми травами вам помогут книги Анатолия Онегова «Тропинка полевая» и «На лугу». Из них вы узнаете отличительные особенности разных полевых растений, время их цветения, способы опыления и условия, необходимые для их выживания. Начнем знакомство с полевой собачки или янянки. Цветы у льнянки желтые и напоминают открытую пасть с оранжевой серединкой внутри. В каждом цветочке вкуснейший нектар, привлекающий насекомых. Только добраться до него могут далеко не все, потому что губы цветочка плотно сомкнуты. Достается нектар лишь сильным шмелям да насекомым хитрецам, что придумали прогрызать дырочку в цветке. А откуда у льнянки такое название, спросите вы? До своего цветения растение очень напоминает лен. Вот и стало называться льнянкой. Однако стоит ему зацвести, как уже никто его со льном не путает. У льна цветы голубые, а здесь нежно-желтые. Знакомьтесь, это молочай. Ядовитое растение с соком молочного цвета внутри. Обломит кто-то хрупкий листик, сок выступит и заклеит ранку. Так молочай себя лечит. Молочай имеет и второе название – солнцегляд. Куда солнышко светит, туда и поворачиваются зеленые головки, привлекая насекомых сладким медовым нектаром. На краю поля возле дороги красуется высокая пижма. Видно ее издалека. В стародавние времена хозяйки очень любили это растение. Высушивали и развешивали в доме, чтобы отпугнуть мушек и других насекомых. Второе название пижмы – дикая рябинка. А откуда такое название появилось? Читайте в книге Анатолия Онегова «Тропинка полевая». Некоторые луговые растения очень нуждаются в опоре и не могут жить самостоятельно. Таковым является мышиный горошек. Выпустит длинные гибкие усики, уцепится за стоящие рядом растения и щитей хорошо устроился. Цветочки у горошка растут группами и имеют фиолетовую окраску. Пройдет время, и появятся вместо цветочков стручки с малюсенькими горошинками, мышки на один укус. А вот и луговые васильки. Цветочки у них пурпурные, собраны в корзиночку. Пчелы очень любят это растение и собирают с него нектар для вкусного душистого меда. Полезен такой василек и для домашних животных. Сено с ним считается очень питательным. Гордится луковой василек своей пользой и высоко поднимает пушистые пурпурные головки. А это что за цветочки распустились вдруг ближе к вечеру? Это белая дрема или белая зорька открывается по вечерам и манит душистым ароматом ночных мотыльков. Дневным насекомым не видать вкуснейшего нектара. Они видят лишь толстый стебелек с зеленовато-красными бубенчиками. На лугу белыми корзинками с желтой серединой нас встречают ромашки. Листья у этого растения будь то разделены на множество мелких листочков. Цветы совсем не имеют запаха. Такая ромашка именуется непахучей. Но есть у нее и сильно пахнущие собратья. Что это за растение читайте в книге Анатолия Онегова на лугу. А это качается на ветру тысячелистник. Каждый лист как перышко птицы собран из множества листиков пушинок. Чай из тысячелистника считают живительной влагой за его лечебные свойства. Приносит пользу это растение и на грядках. Насекомые тысячелистника боятся. А вот кролики с удовольствием поедают. Обратите внимание на зеленые коробочки с желтыми хохолками. Так выглядит погремок или петушиной гребень. В коробочках зреют семена, а потом высохнут коробочки и начнут греметь, лопаясь погремки. Здесь же в траве притаились полевой бодяг и сныть. Вроде как сорняки, а смотрятся красиво. Бодяг медленно качает лиловыми головками и выпячивает острые листья. Мол, не трогайте, могу и обидеть. Рядышком расположилось сныть мелкоцветные белые зонтики. От дождя спрятаться вряд ли получится. Слишком уж дырявые зонтики. Вот смотрят яркими фиолетовыми глазками цветы луговой герани. Живут такие цветы недолго, всего пару дней. А после на месте цветка появляется длинный плод, похожий на нос журавля. Вот и второе название журавельник. Если у вас есть желание продолжить путешествие по лугу и познакомиться с большим количеством растений, приглашаем вас в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за книгами Анатолия Онегова и другими энциклопедиями о царстве растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова